Необходимость увеличивать темпы производства мясной продукции отметил губернатор в ходе визита в Энгельский район. Глава региона посетил крупное фермерское хозяйство, которое насчитывает свыше 4000 голов скота. А также провел совещание с представителями аграрного сектора о том, когда область будет полностью обеспечивать себя животноводческой продукцией, в нашем следующем материале. Воду, вот эту сторону не успели воду сделать, вот здесь сколько успели поставить в голове. Думаем, что до весны полную мощь будет работать. Площадка на 2000 голов здесь уже не мечты, а реальность. В фермерском хозяйстве Энгельского района почти 10 лет занимаются разведением крупного рогатого скота. Сегодня здесь насчитывается полторы тысячи коров и несколько тысяч голов овец. За короткий промежуток времени уже видим на самом деле практическую часть, о чем можно говорить. Уже есть гарантия. Есть гарантия. Нас в этой части немного опережает, конечно, Оренбург. У них немножко поживее все. На 80% завершено строительство нового комплекса еще на 2000 голов. Проектная мощность составит свыше 300 тонн крупного рогатого скота. В перспективе задача выйти на содержание 10 тысяч голов и стать одним из крупнейших животноводческих хозяйств на территории региона. Это то, что сегодня называется продовольственной безопасности, как раз в той части, в которой мы в области отстаем на сегодняшний день. Ну вот, такое ваше решение, оно, конечно, послужит для многих тоже положительным таким вот движением вперед. О том, как выйти на полное самообеспечение жителей региона мясом, говорят на совещании с представителями аграрной сферы. На сегодняшний день уровень снабжения составляет 80%. Основная недостача по птице и говядине. В Саратовской области ситуация осложняется тем, что на долю личных подсобных хозяйств приходится до 72% мяса от общего объема производства. И доминирование формы ЛПХ не позволяет привлекать и концентрировать достаточные для ускорения роста производства инвестиционные ресурсы. Приобретать высокопроизводительную технику, внедрять современные технологии, снижать удельные издержки. Основная задача на сегодня – выйти на полную самообеспеченность области продукции и животноводства к 2020 году. Очень важно, чтобы мы не повторяли какие-то ошибки. Если мы выбираем уже динамику, то надо двигаться поступательно в этом направлении. Задача нас в этой части, конечно, подстегнула и те сегодня вопросы, которые связаны прежде всего с импортозамещением. Для развития отрасли разработана целевая областная программа, в рамках которой только в этом году на поддержку хозяйств предусмотрено почти 60 миллионов рублей. По правительственным грантам в прошлом году в области было организовано 35 хозяйств мясного скотоводства.